Мы подарили музею, библиотеку музея, многие публикации нашего музея, в том числе и эта монография, находится в библиотеке музея. Кто интересуется этой книгой, пожалуйста, подойдете к моим коллегам и они вам объяснят процедуру, как ее можно приобрести. На этом я хочу еще раз поздравить всех жителей Тараклии со знаменательным мероприятием. Должен сказать, что это в истории наших исследований, это вторая выставка в Тараклии. Первую выставку мы сделали совместно с коллегами в 1984 году и тоже здесь в Доме культуры. Так что эта традиция развивается и я надеюсь, что продолжится и в будущем, и как в исследованиях, так и в тех контактах культурно-исторических, которые могут отразить историю этого региона. Большое вам спасибо за присутствие. Большое вам спасибо. Ваш край за их вклад, за ту работу под жарким солнцем, зноем нашей Буджатской степи. Но они сделали очень огромную работу. И сегодня приятно, что все эти экспонаты находятся здесь. Здесь жители наши, наши дети, школьники, ученики увидят и считают, что будут горды тем, что в нашей степи было столько историй, которая сегодня отражена и выставлена здесь, на этой выставке. Большое вам всем спасибо. Давайте изучать свою историю, давайте гордиться своим прошлым, потому что без прошлого нет будущего. С праздником вас всех! Должен сказать, что не только под знойным солнцем, но иногда и в зимнее время мы проводили раскопки. В 84-м году мы выехали отсюда 8 ноября. Шел снег. От имени Национального музея истории Молдовы мы хотим поблагодарить коллегу Даниила Гирги за ту помощь, которую он оказал при организации этой выставки. Спасибо. Парусло? Мне очень было приятно участвовать в составлении этой выставки, потому что археология – это наука, изучающая прошлое человека. Это наука, которая изучала культурное развитие и этногенезис каждого народа. Мы можем посмотреть на каждую из этих витрин и увидеть, какой была цивилизация несколько тысячелетий назад. Может быть, многие подумают, что археология – это неинтересно, потому что раскапывает какие-то, может быть, черепки или косточки. Но смотря на эти черепки и косточки, ты понимаешь, какими были люди прошлого. И если сравнить археологию с прошлым, можно представить, как в будущем будут люди проводить раскопки. Возможно, кто-то, возможно, что в будущем на чьем-то из наших могильников будут изучать наши останки и будут сравнивать жизнь прошлого. И я считаю, что это важно непосредственно изучать прошлое тех людей, которые жили здесь, на этой земле. Очень приятно, что молодое поколение интересуется историей родного края. И надеемся, что инкутенты Дараппийского университета посетят нашу выступку и ознакомятся с основными результатами наших исследований. Надеюсь, что в будущем эти исследования продолжатся. Но это отдельная тема разговора, это отдельный этап для создания проекта нового, получения финансирования и так далее. Если вы мне позволите, я хочу предоставить краткое слово Сергею Михайловичу Абудникову. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые граждане города Тараклия и все присутствующие, сейчас вы имеете возможность ознакомиться с экспозицией, предоставленной Национальным музеем Молдовы в вашем городе. Я хотел рассказать пару слов о том, как все проходило. Начало раскопок, таких масштабных, началось в 1979 году, когда началось строительство Тараклийского водохранилища и системы водоснабжения воды. Нам надо было все делать быстро и одновременно тщательно. И вот в те годы мы раскопали большое количество курганов на данной территории, в данном районе. И что хотелось сказать. Кроме курганов и, если что, и поселения культуры Гумельницы эпохи позднего бронзового века, Саботиновского, Белозерского времени, суть не в этом. То, что мы нашли на территории Тараклийского района, представляет собой всю гамму археологических культур северо-западного Причерноморья, от Днестра до Дуная. И мы очень рады, что именно в этом районе оно было сконцентрировано как бы в одном месте, вокруг одного какого-то центра. Что может предполагать, что Тараклия и ее месторасположение в древности являлось каким-то местом, куда стремилось много кочевых и оселых народов, проживавших в Бузарской степи. И вот практически все, от Энеолита, от 4-го тысячелетия до нашей эры, до позднего средневековья, представленного культурой нагайцев, до первых поселенцев с Балкан, Болгария-Гагаузов, практически все, мы находили следы практически каждой цивилизации. И каждого народа, находящегося в Бузарской степи. Да, работать было нелегко. Кроме естественных таких трудностей, как жара, холод. Вот как Евгений Николаевич сказал, что уходили мы в ноябре, а я и в декабре иной раз отсюда уходил под снегом. Было много неприятных моментов, связанных с руководством, которое нас подгонялось. И были какие-то недобовки с югводстроем, со строителями. Мы постоянно находились в очень нервозной обстановке. Но, тем не менее, работы продолжались, и мы все сделали. И благодаря тогдашнему руководству Троеклийского района, которое нам помогло и с питанием, и с проживанием, а это главное, и с землеройной техникой, без которой мы не можем, к сожалению, работать. Мы выражаем сейчас благодарность тем, кто тогда был в руководстве Троеклийского района, и теми, кто руководит Троеклийским районом сейчас. И мне особенно хотелось отметить, ну ладно. В продолжение этого я хочу сказать, что не только руководство, а все жители Троеклий и других сел Троеклийского района всегда были очень дружелюбно к нам относились. Если возникали вопросы, мы объясняли, и, соответственно, люди понимали, чем мы занимаемся. Благодарим вас всех, и тех, которые тогда, когда-то еще были в жизни, и вас, присутствующих, благодарим, потому что ваше дружелюбие помогает нам очень в наших исследованиях. И, надеемся, что нам в дальнейшее развитие. И, соответственно, я уже сказал, что Евгений Мистриану и Ливия Сырбу, они являются теми основными организаторами этой выставки, и я прошу сделать краткую презентацию этой выставки коллегу Евгения. Добрый день всем. Не получится. Батерия сделала. Добрый день всем. Я постараюсь быть кратким. Конечно, я начну с тем, что хочу благодарить господину Сави, что он нас поддержал, и что он вышел с этой идеи. Эта идея была давно у нас, еще пять лет назад, когда мы копались здесь на поселении Тараклии Гайдабул. Хочу поблагодарить бывшего мэра города Тараклии, господина Филиппова. Я не вижу его в зале, но я думаю, потому что он тоже был инициатором вместе с господином Сави, чтобы мы сделали выставку, именно археологическую выставку в городе Тараклия, учитывая те важные и очень интересные артефакты, которые были раскопаны здесь. Я бы хотел добавить еще, что благодарим всю команду пионерского лагеря «Чайка», где мы проживали практически все четыре года во время наших исследований. Спасибо им большое за ту поддержку и помощь, которую они получили. Я хочу благодарить, конечно, господина Фесларе, потому что он тоже, когда мы пришли с этой инициативой, он тоже был открыт. Хочу благодарить госпожи Людмила, я ее сейчас не вижу тоже в зале, потому что она с нами очень сильно работала. Я благодарю господину Ивана Думиника, который любезно переводил наши тексты на болгарском, и у вас будет брошюрка, где есть текст на румынском и есть текст на болгарском. Вот это его рук дело, так сказать. И он еще помог нам с другими вещами, тоже переводил. Это очень много стоит, кстати. Я не могу сказать огромное спасибо своей коллеге Ливе Сырбу, которая работала вместе с нами очень сильно. Но сейчас я здесь остановлюсь на благодарность и хочу пару слов про этой выставке, чтобы вы поняли, здесь в этих витринах находится более 500, а точнее 530 артефактов, и все эти артефакты были найдены на территории района Тараклия. И эта концентрация артефактов из раскопки одна из самых больших на территории Республики Молдова. И эти артефакты принадлежат, начиная от энеолита, культуры гумеринца, и заканчивая средневековьем, поздним средневековьем. Это очень разный, очень длинный период времени. Меня радует, что вас здесь очень много, очень-очень много. Я надеюсь, что в будущем руководство района Тараклия привезет здесь еще больше людей, привезет здесь учеников из сел района Тараклия, и они узнают, что это археология, чем занимается археология. Мы здесь приготовили пару баннеров, чтобы люди поняли, в чем состоит эта археология, с терминологией, с национальной законодательства об археологии. Конечно, я надеюсь, люди будут читать, что означает археологическое наследие района Тараклия в цифрах, сколько поселений, сколько курганов. Здесь есть все написано. Люди будут изучать, конечно, и истории исследования археологических раскопок в районе Тараклия. Мы на этом надеемся, и мы надеемся, что вы откликнетесь и скажете, то есть какую-то рецензию отдадите этому маленькому проекту. Я не буду больше тянуть время, так что зайдите, посмотрите на эти артефакты, удивляйтесь или не удивляйтесь, или, я думаю, вам будет интересно. И, конечно, давайте надеемся, что в будущем мы будем еще ближе и будем работать вместе на другие проекты. Но привезите здесь детей. Привезите здесь детей. Мы приготовили даже маленький миниатурный археологический макет раскопа. Я думаю, детям будет интересно. Я хочу, конечно, я позабыл сказать огромное спасибо Даниилу. Он был наш учеником пару дней. Он будет ваш экскурсовод все эти три месяца, или почти три месяца, которые будет здесь экскурсия. Он много изучал, он много знает, и я думаю, с ним не будет скучно. Он будет очень интересно. Так что давайте наслаждаться и делать хорошие вещи в будущем. Спасибо. И еще одно маленькое... Я позабыл, извините. Я знаю, что у вас график очень насыщенный, но я не могу сказать спасибо авторам, которые издали эту книгу. Я знаю, как господин Сава сказал, эта книга есть в библиотеках района Тараклия, города Тараклия. Но я уверен, что среди жителей города Тараклия, района Тараклия, что им тоже хочется, чтобы в их библиотеке была эта книга, чтобы узнали, сколько копалось, где копалось, как кому принадлежат. Так что мы еще будем здесь пару... Пару часов вы можете обращаться к нам по любому поводу, даже по этой книге, или обращаться по вопросам, связанным с экспозицией. Если вам нужно какое-то объяснение, вы можете к нам обращаться. Я буду здесь, Ливия буду здесь, господин Огольников. Будет еще пару часов здесь. Так что подойдите, и мы свободно будем отвечать на каждый вопрос. Спасибо, наслаждайтесь. Очень отрадно, что интерес к нашим исследованиям не ограничивается Тараклийским районом и Национальным музеем истории Молдовы. И очень приятно, что здесь присутствует господин посол Болгарии в Республике Молдова. И я бы попросил вам сказать пару слов. А это господин послать для... ...воспоминального комитета. ...в районных подарок. Уважаемые представители болгарской общности Республики Молдова, друзьями, друзья, Республики Молдова и Республики Молдова и Республики Молдова, за то, что мы должны знать, читать и помнить то, что было в нашем доме. Это ваш дом. Но давайте вместе сделаем наши обязательства, чтобы сохранить нашу землю, наш народ, своими языком, культура и духа. Для этого необходима и сейчас, на нынешняя обстановка, показывает общие усилия. Не только борьба с климатическими переменами, но и уже и пандемии и другие. Так что давайте жить дружно в мире и совместно можем сделать то, что необходимо, чтобы и спасить землю, чтобы и спасить нашу жизнь. С праздником! Будьте здоровы и берегитесь! Спасибо, господин господин господин. Вам тоже большое спасибо. Очень приятно, что такие мероприятия поддерживаны на дипломатическом уровне.